Я собрал вас сегодня, чтобы сообщить важную новость. Нам едет ревизор. Потом, товарищи, мы получили из области пьесу. Её написал наш областной автор. Ну, Терёхин её. Да нет, не Терёхин. Совсем другой. Вот увидите, лучше, намного лучше. Товарищи, нам нужно её хорошенечко отрепетировать и показать на областном смотре. Вот так подготовка идёт. Так, дорогие актёры, можно тихонечко? Всё. Вот, всем добрый вечер. Сегодня предпоследний день международного фестиваля театра. Вот, спокойно подготовка идёт, тренируется. Текст надо ещё повторить. Его не много, но всё уже. Для меня любой спектакль – это очень красивый курак. Он разноцветный, многосторонний, с разными эмоциями. Но он даёт такую возможность зрителю, чтобы он почувствовал, ну, может быть, ощущение какой-то лёгкости. Может быть, какой-то вопрос для себя он решил. Он должен быть в состоянии очищения души, что ли, уйти от нашего спектакля просмотренного. Но, Анна, мы не можем так оставаться, ты не можешь так оставаться, особенно теперь. Что же делать лучше? Необходимо сказать ему всё, а потом уж руководствоваться тем, что он предпримет, объявить ему всё и оставить. Нашему театру уже в этом году 121 год. Естественно, мы этим гордимся. Работая в этом театре уже много-много лет, я испытываю трепет и благоговение перед теми актёрами, которые здесь работали, которые хранят в этом храме своё тепло, свою сердечность, свою любовь к театру. То есть это наш дом, ну не второй, это даже первый дом, потому что по большей части мы больше времени проводим здесь, нежели у себя там в квартирах. Есть вот эта какая-то атмосфера, есть понимание того, что здесь больше века уже происходит какая-то магия, работали большие артисты. Здесь работают в основном люди, которые любят театр, это служители театра. Это такие люди, которые тонко понимают о своей профессии. Так, пожалуйста, занимайте свои места, и мы начинаем. Сотки, пожалуйста, выключите все. Пожалуйста. Пойди, оставь меня одну, да няня мне перо бумагу, да стол подвинь. Ты в театре не только главный режиссёр, но прежде всего, наверное, ты тот человек, который должен создать ту атмосферу, где каждый человек, работающий в этом театре, в этом коллективе, да, он должен раскрыться. Не помешать, а дать возможность каждому раскрыться, насколько это возможно, и от тебя зависит полноту его творческого дарования. И поэтому моя задача, наверное, заключается в том, чтобы помочь найти тот материал, необходимую пьесу, обсудить с ними, дать такие роли, которые на противодействие, то есть на сопротивление, чтобы он или она, актриса, актёр, не работал в одном плане, а мог бы погрузиться в такой противоречивый внутренний материал, где его внутренний диапазон раскрывался бы ещё шире. Я считаю, что актёр должен быть универсальным. Раньше существовало понятие амплуа. Актёров и выбирали специально под амплуа, чтобы в трупе были все, будем так говорить, от травести до героинь. Но современный театр уже давным-давно как бы так слегка подразмыл эти грани. Да знай мне, знай, что вам не помутру мои слова. Да что же делать-то? Я же вам не чужая. У меня же об вас сердце болит. Да я знаю, что вам на волю хочется. Маменька. Ну ничего, вы живёте и на воле, когда меня не будет. Да маменька. Я вообще по обла, по определению, я острохарактерная актриса. И если режиссёр поставил задачу, что ты должен сразу с высокой ноты начать, с этой ноты ты и начинаешь. И я не знаю, может быть, кому-то для этого нужно специально что-то такое придумать. Мне нет. Я просто сразу с места в карьер, из-за кулис и сразу на высокую ноту. Слава Богу, что в моей жизни были режиссёры, которые давали мне играть драматические роли, лирические роли. Саша, нет, того и нет. Вот ты и куражишься. Сегодня к нам приехал один режиссёр, завтра приезжает другой режиссёр. И если ты хочешь быть востребованным, ты хочешь чувствовать себя комфортно на сцене, ты должен успеть переключаться по щелчку. Потому что жизнь такая, мир немного поменялся, очень быстро, очень клиповость какая-то появилась. Многие говорят, что, типа, это всё плохо. Ну, вот такое время, такое время сейчас. Я не считаю, что это плохо. Это новое поколение, новый век. Так и актёры должны меняться. И сегодня я даже завидую нашим молодым актёрам, которые приходят вот так пластически подготовленные, которые быстро там и кульбиты, и всё это делают. Опять же, мы другое поколение. Мы привыкли раз, 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 всё быстро по полочкам. К сожалению, да, я признаюсь, что мы, нет такого погружения, возможно, мы не приходим там за два часа до спектакля. Опять-таки, это связано с нашей заработной платой. Потому что молодые артисты стараются где-то ещё подзаработать. Я сейчас буду читать всё, что оставляю. Слушай меня, ага. Господи, услышь меня, пусть не уйдёт кто, кто меня заберёт из ада этого, пусть умрёт она скорее, Господи, что правда, она будет жить вечно. Стройка семерка туса. Это по пиковой даме написал, калейдарь, то есть переписал. Делать сценировку по пиковой даме пушки. Хотим немного поэкспериментировать что-нибудь. И вот моя жизнь, терпи, терпи, она душит, я управляла три карты, это всё остаётся. А мне, бедный, несчастный, никто не поможет выкарабкаться. У меня свои три карты. Нам везёт, прежде всего, с режиссурой, потому что приезжают. И мало того, что у нас есть Бекула Цитаревича, так у нас ещё и приезжают режиссёры, которые также молодые, которые что-то ищут, которые что-то создают. Мы стараемся сейчас, чтобы молодое поколение артистов быстрее поработало бы с молодыми режиссёрами из России. Нам хотелось бы, чтобы они набрали тот опыт, который имеет на сегодня Россия, российская театральная школа. Школа всегда одна, она реалистическая школа, школа Станиславского. Другое дело, что бывают мастера, то есть режиссёры, мастер, допустим, имеет какой-то свой взгляд, но всё идёт в одном направлении, к реалистическому, чтобы человек был живой. Естественно, мы стараемся и опираемся на русскую театральную школу, потому что эта русская театральная школа считается во всём мире самая сильная, самая лучшая по сей день. Иногда коллеги из Америки говорят, мы также работаем по системе Станиславского. Во время репетиции ты имеешь право на море ошибок, потому что репетиции ты можешь тысячи раз повторять одну и ту же роль или же одну и ту же мизансцену, пробовать, ошибаться, но уже к премьере надо подходить достойно, чтобы это одеяло, я так говорю, это курак самого спектакля, из разных красок он состоит, да, и этот свет, эта музыка, они дают атмосферную сторону спектакля, но актёрскую атмосферу, партнёрскую атмосферу только могут создавать люди, которые работали как партнёры, как актёры данного спектакля. Режиссёр формирует вокруг себя единомышленников, те, которые будут выполнять его задачи и, собственно, продвигать его идеи. Он решает, режиссёр, он нам преподносит свою концепцию, и мы это должны принять безоговорочно. Мы можем приносить своё какое-то предложение, свои какие-то видения, мы можем приносить только в конве, предложенной режиссёром. Вместе обсуждаем, какие могут быть герои, какой вообще будет спектакль, какого формата, какого направления, то есть мы всё время в каком-то месте ВКонтакте. То есть все актёры с режиссёром всё время ВКонтакте, всё время в поиске. Какие-то вещи я могу предлагать, и это естественно, потому что всё, что я беру, все эмоции, все какие-то мысли, это же я на сцене, я думаю сама вместе со своим персонажем. Это мои эмоции, но задачу или то, что качество моего поведения, это ставит, просит, то, что просит от меня режиссёр. Я очень послушная актриса. И вот разный актёр, разным со своим потенциалом, но работая над одной пьесой, они вводят нас уже вот в тот общий замысел, не только режиссёрского, но естественно в замысел автора. И вот когда они работают в одном направлении и понимают, что от друга ждут, мне кажется, вот это самый высокий показатель любого творческого коллектива. Человек иногда чувствует себя неспособным подняться на такую высоту. Вы считаете, что грех лишает ему? Греха нет для верующих. Грех искуплен. Для верующего нет греха. Но вера вестел, не ртва есть. Мы находимся на нашей территории, нашего театра. Театр состоит из двух зданий. Вот справа вы видите, из красного кирпича дом. И с левой стороны. Значит, это административное здание нашего театра. Ну и здесь эта творческая часть, где зрители смотрят наши спектакли. Это здание было отдано театру в 1939 году. Это был суд ранее. Два здесь было, первый, второй. Здесь где-то в подвале даже были узники. Да, содержались узники. Там подвал хранит очень много тайн всевозможных. Вот мы спускаемся в подвальное помещение, чтобы вы знали. В театральном мире происходят, осторожно, большие революции, поиски новых форм. Естественно, мы тоже хотим в ногу со временем идти. И поэтому у меня давняя мечта была. И, наконец, я думаю, эта мечта осуществится. Посмотрите, у нас огромный подвал. Помещение там есть, там есть, да. Мы хотим вообще открыть здесь экспериментальную сцену на 50-60 человек. Ну, естественно, здесь оборудуем. Естественно, приведем надлежащий вид, как должен быть вообще выглядеть настоящий театр 21 века. Что же ты, черт побери, за человек? Что же ты, черт побери, за человек? Эй, нашли ее. Да, мы нашли ее. А номер два? Нет. Экспериментальные театры, авторские театры, понимаете, репертуарные театры. Это здорово. Вообще, я за разные театры, за разные жанры, разные формы. Время сейчас такое. Зритель должен выбирать. Если он хочет увидеть экспериментальную работу театра, добро пожаловать на экспериментальную сцену, экспериментальный зал. Если он хочет другую работу, малую форму, пожалуйста, добро пожаловать сюда. Вот именно на малую сцену. Большие полотна какие-то, пожалуйста, большой основной зал нашего театра. Если курс, допустим, 12 человек, то в театры идут двое. Остальные пытаются себя монетизировать на корпоративах. Естественно, да, я пробовал там вести какие-то свадьбы, какие-то дни рождения, новогодние эти корпоративы бешеные. Но нет в этом души. Есть деньги и спорные. Ну, не мое. Ну, пробовал я. Ну, не могу. Не получается. А здесь чувствую себя как рыба в воде. Здесь комфортно, мне здесь дышится свободно. Здесь воздух другой. Люди, которые тебя окружают. Ну, другая атмосфера. И встречаясь, допустим, уже с друзьями, разные у нас языки о разном говорим. Друг друга не понимаем. Поэтому театр — то место, где ты... Я знаю, что я буду два месяца репетировать спектакль, и потом, после первой премьеры, я все это обратно возьму в виде аплодисмента. Вот какая-то магия, не знаю, не могу это объяснить. Понимаете, вот обратная сторона связи — это живой зритель, живая его энергетика. Зритель всегда реагирует на искренность. Он идет за тобой, он понимает, ты его зацепил. И начинается вот этот взаимный обмен энергиями, когда ты понимаешь, что зал сопротивляется, а ты, ах, вы так, а тогда я вам вот так еще. Это идет не то, что осознанный процесс, а просто вот это на уровне энергетики, на уровне волны, которая идет из зала, она обязательно тебя подхватит. И, наверное, когда возник вообще слово «театр», вот, наверное, вот в этом-то и нужда была, чтобы увидеть обратную сторону реакции того человека, который сидит напротив этого актера. Его глаза, его дыхание, его возгласы, его разочарование и все такое, его поведение, его даже молчание. Он создает иную, совсем другую атмосферу и идет внутренний какой-то диалог. И, понимаете, в этом диалоге мы все нуждаемся. Эта профессия, она такая интересная и в то же время своеобразная, тяжелая, но в то же время дающая силу этот мир сделать лучше и красивее, потому что в них заключается, в этих акторах заключается эта энергетика, чтобы люди изменились в лучшую сторону. Человек, который служит театру, в театре, он никогда не посмотрит на часы. Здесь труд, почему я говорю еще работа? Потому что не просто служить, стоять, молиться, допустим, 15 часов, а, ну, такое слово «вкалывать». И всегда интересно понять мотивы поведения моих героинь, почему она поступает так или поступила так, а не иначе. Это как вот готовишься к молитве. Наверное, так. Она внутри тебя, она в твоих клетках. И когда мы обнажились, друг, мы же обнажаемся. Вы понимаете, мы буквально, это еще даже не телесно обнажиться, внутренне обнажиться друг перед другом. А после этого обнажения мы становимся родными. Мы как родня. Мы становимся, вот спектакль – это мы все родные люди. Не ложись, спать и к речке погулять, не мешай козочке спать. Неченький будет зажить. Стараемся скрупулезно искать детские пьесы для маленьких наших детей. Но мы в основном ставим Андерсона, Киплинга ставим. Почему? Потому что там не только есть мир детства, есть мир красоты и образы ярко автором выписаны, да, но есть мир еще, знаете, где у ребенка начинает душа работать. Он для тебя, как ребенок, открыл что-то такое, которое, может быть, в семье он не мог. А здесь языком театра он соприкоснулся с каким-то волшебством, которого в его детстве не было. Но мы стараемся вот через призму, вот репертуарную детскую, вот находить такие пьесы. И для меня всегда, кто соприкасается с театром, я всегда говорю, они уже неплохие люди. Вот для нас вот эта задача. Описание хорошее. Повести, похвали. Дискати умница и красавица, и поэйца, и кормильца, и другое все. Пока есть возможность, значит, культура языком театра, я должен обратиться быстрее, то, что упущено, и воспитывать, дать хотя бы маленькое зерно, ну, наверное, высокой поэзии, потому что театр – это поэзия прежде всего. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Почему вот говорят, если спектакль очень удался и очень достойный, говорят, высокая художественная целостность спектакля. Что такое художественная целостность? Когда все параметры, художественная сценография, скажем, да, актерская работа, режиссура, вообще атмосферу, которую создает музыка, свет, они воедино влились, и как единый организм их нельзя разделить, поделить на части невозможно, он уже единый, отдельный стал. Понимаете? Ну, к этому мы все, наверное, театралы стремимся, чтобы наши спектакли были именно высокого художественного уровня. Сейчас молодые режиссеры, их стало очень много, они все стали гнаться вот именно за визуальной картинкой, за чем-то еще, за техническими какими-то новшествами. Но это, наверное, тоже пройдет. Потому что если мы потеряем человека в таком искусстве, как театр, то оно потеряет смысл. Если мы не перестанем думать о том, что прежде всего это жизнь, как говорил Станиславский, человеческого духа. Что такое театр? Театр – это и есть жизнь человеческого духа. Драматический театр, он исключительно будет нести мысль, мысль доносить мысли до зрителя. Он, конечно, не должен быть развлекательным, хотя там обязательно через развлечение, через эмоциональное, через катарсис, все-таки к интеллектуальному. Но заморачивать, заморачивать, тоже здесь палка двух концов. Если мы начнем только интеллектуально грузить, понимаете, к нам зритель не пойдет. Что муж в сражении вы изувечен, что нас за то ласкает в горе, не потому что мой позор теперь бы в себе был замечен и мог бы в обществе принесть вам соблазнительную честь. Прошлое, настоящее и будущее. Я думаю, и прошлое занималось просветительством. Настоящее будет театр заниматься просветительством. Будущее тоже будет заниматься просветительством. Он будет прививать в любом случае душевную красоту. Вот душевную красоту, я думаю, и человек будет больше стремиться к своей внутренней гармонии. Вот именно, я думаю, в этом помогает театр. И будет помогать. Мы же государственный театр. Мы же отвечаем за нравственность, за мораль. Мы отвечаем. Мы продолжаем это отвечать. Мы все равно учим зрителя быть порядочными, быть, несем доброту. Как для детей начинаются сказки «Добро побеждает зло», так и в любом спектакле. Мы должны нести светлое, доброе, вечное. Завлекая его красочностью, яркостью, заставляет думать. Можно просто посидеть, отдохнуть, но в то же время отдыхая, этот зритель, он параллельно, может быть, решал бы свои вопросы, созерцая в театре. И он ушел бы небезразличным. Для меня всегда, чтобы зритель уходил небезразличный, другими глазами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин